Первая провластная партия в Кыргызстане появилась при Аскаре-Акаеве в 2003 году. Неофициальным, но реальным лидером политической партии Алга-Кыргызстан была дочь президента Бермет. Новое политобъединение, созданное, чтобы укрепить Акаевский режим, было образовано в результате слияния нескольких лояльных к власти партий. 7 сентября 2003 года партии Джанызаман – Новое время, Манас Эль – Народ Манаса, партия кооператоров и партия Джаны Каймыл – Новое движение. На учредительном съезде в Бишкеке заявили о своем слиянии. Позже к ним присоединилась также партия Единства Кыргызстана под руководством Амангельды Муралеева. Сопредседателями Полицовета Нового объединения были избраны Болот Бегалеев, Татьяна Макарова, Рустам Нурматов. Девиз партии – «Засильный Кыргызстан». Плохо идет работа с молодежью. Чтобы привлечь их в наши ряды, создание молодежного крыла партии соответствует нашей цели. На первом этапе были случаи принудительного включения граждан в членство партии. Мы не должны этого допускать. В нашей партии не должно быть случайных людей. Мы слабы в регионах. Нам необходимо усилить работу в этом направлении. Сейчас в партии состоят 8704 человека. Есть представительства во всех регионах. Есть партийные ячейки. На первом съезде партии «Алга Кыргызстан», кроме рядовых делегатов, участие принимали также члены правительства, губернаторы и акимы. Члены провластной партии тогда утвердили более 2000 кандидатов на ближайшие выборы в местные кенеша. За недолгое время партия «Алга Кыргызстан» стала известной среди народа. Партия нашла всеобщую поддержку и понимание благодаря своим гуманитарным акциям, бесплатной медицинской помощи, социальным проектам, организации спортивно-развлекательных мероприятий. Мы желаем успехов в предстоящей политической борьбе. На съезде партии «Алга Кыргызстан» при этом звучали не только громкие обещания избирателям, но и откровенная клевета в адрес оппонентов власти. Представителей оппозиционных партий, члены провластного объединения, называли провокаторами и предателями родины. Партия «Алга Кыргызстан» прежде всего создана семьей президента. Там собрались одни лицемеры и под Халимы. В эту партию вошли губернаторы, министры. На счет этой партии перечисляются огромные средства от государственных органов и бизнес-структур. По моим данным, собрано около 3-4 миллиона долларов. Хотят раздать своим кандидатам во всех округах от 50 тысяч до 100 тысяч долларов. Они планируют выдвинуть 75 кандидатов во всех 75 округах. Это политическая партия, которая создана, чтобы продлить жизнь сегодняшней власти. Ее сила только в этой власти. Завтра, когда этой власти не станет, члены этой партии разбегутся кто куда. Создатели этой партии вряд ли могли предположить, что век ее будет недолгим. Но планы строили тогда очень амбициозные, главной целью которых было удержать власть. Созданная в сентябре 2003 года партия «Алга Кыргызстан» в декабре инициировала поправки в Конституцию, главная из которых – избрание депутатов по партийной системе. Перед этим 75 депутатов Джигур Кукинеша обратились в Конституционный суд и предложили проект закона о введении пропорциональной избирательной системы. Однако парламентские выборы в начале 2005 года все равно пройдут по одномандатным округам. Партия «Алга Кыргызстан» выдвинула своих кандидатов лишь в половине из 75 округов. Хотя и было объявлено, что от партии баллотируется 26 претендентов. На самом деле их было больше. Например, сама Берметакаева выдвигалась не от партии, а как самого Движенко. Чтобы обеспечить победу официальных и неофициальных кандидатов от провластной партии, применялся админресурс, подкуп голосов и другие всевозможные грязные методы. По заявлениям политиков Мелеса, Шимканова и Кабая Карабекова, в их округах провластными кандидатами организовывались так называемые «карусели». Массовый подвоз людей из других округов домкомам раздавали по тысяче сомов, а избирателям – по 200 сомов. Нечестные выборы в итоге потом привели к мартовской революции. А партию Алга Кыргызстан, которая просуществовала всего полтора года, после событий 24 марта уже никто больше вспоминать не будет. Несмотря на печальный опыт партии Алга Кыргызстан, следующий бакиевский режим с еще большим рвением взялся узурпировать власть через свою партию. 15 октября 2007 года появился Акджол. Так было названо «Детище Курманбека Бакеева». Второй президент Кыргызстана, не стесняясь, вполне открыто агитировал за нее, участвовал во всех мероприятиях партии. Логотип партии – красная линия на белом фоне. Многие с сарказмом называли не белой дорогой, а кровавой. И это замечание стало пророческим для страны. Из всех президентов Курманбек Бакеев оставил в истории Кыргызстана самый кровавый след. Съезд партии Акджол проходил с большой помпой, с претензией. на события государственной важности. Гостям и делегатам съезда раздавали конфеты с логотипом партии. Стало понятно, что надежда и опора Бакиевского режима, появившаяся буквально из ниоткуда, за пару месяцев до выборов, не остановится ни перед чем и собирается захватить, если не весь Джугур-Кутенеш, то уже как минимум две трети мандатов точно. По сложившейся традиции, основной костяк пропрезидентской партии составили известные персоны из различных сфер, некоторые известные политики. Было видно, чтобы Киев дал четкое указание везде и во всем оказывать его партии поддержку и особое внимание. Еще до выборов правительственные чиновники отчитывались перед верхушкой Акджола, как будто эта партия уже стала правящей. Спустя всего неделю после создания партии Акджол, 22 октября 2007 года, Бакиев распустил третий созыв Джугур-Кутенеша и назначил на декабрь досрочные парламентские выборы. «Да, мне не нравится большинство сидящих здесь депутатов, но парламент должен уважать волю народа. Мы должны уйти достойно. Даже простого гражданина поронят соблюдением всех ритуалов. И прекратите причитать». Едва родившаяся партия через три месяца на выборах удивительным образом набрала 47% голосов всех избирателей. Это обеспечило Бакиевской партии 71 мандат из 90 в Джугур-Кутенеша. Оставшиеся 19 мандатов распределят между социал-демократами и коммунистами. Четвертый созыв, захваченный Акджолом, протянет чуть больше двух лет. С помощью своей партии Курманбек Бакиев получил возможность узаконить любые решения, которые были выгодны ему и его окружению. Среди них передача спорных земель и пансионатов Казахстану, повышение тарифов на электричество в 2009 году и введение оплаты в размере 60 тыинов за каждое телефонное соединение. Депутаты фракции Акджол покорно легализовывали все решения президента и его окружения. Никто из них тогда в знак протеста не сдал свой мандат. Всех депутатов, все три фракции Акджол, коммунистов и социал-демократов я призываю к единству. Я буду относиться ко всем вам одинаково. Вы зайдите в наш туалет, посмотрите, посмотрите. Как будто вы ходите в другом месте, да? Мне же некоторые депутаты говорят о том, что для того, чтобы сходить по нужде, они садятся в машину и едут куда-нибудь. О чём вы говорите? Произвол, который творили Бакиевы вместе со своей подручной партией, в итоге привели к событиям 7 апреля 2010 года. Акджол постигла та же участь, что и Алга Кыргызстан. Но на политическом Олимпе место провластной партии пустовало недолго. Главной партией страны стала СДПК. Конечно, по сравнению с предыдущими провластными партиями СДПК не была созданной наспех структурой. Она имела большую историю. Социал-демократическая партия Кыргызстана была создана 1 октября 1993 года. Тогда её первыми лидерами были Абдуган Иркибаев, Анатолий Марышев, Алмазбек Атамбаев. Три представителя этой партии потом стали президентами страны. В своё время Роза Утунбаева избиралась от этой партии в Дюгур-Кутенеш, а после апрельских событий 2010 года была президентом страны. После неё пост главы государства также достался социал-демократам Алмазбеку Атамбаеву и Сорунбаю Джейнбекову. В отличие от партий Акджол и Алга Кыргызстан, СДПК продержалась у власти подольше. После краха Акджола и в целом режима Бакеева ожидалось, что на парламентских выборах 2010 года революционные СДПК и Атамикен одержат сокрушительную победу. Однако результаты голосования удивили многих. Большинство мандатов 28 мест досталось оппозиционной партии Атаджорд, а социал-демократам 26. Но это для СДКов не стало препятствием для того, чтобы создать вокруг себя правящую коалицию и формировать правительство. Через пять лет в 2015 году в ходе очередных парламентских выборов СДПК заняла уже первое место. Социал-демократы при открытой поддержке президента Атамбаева взяли 38 мандатов. Это дало им ещё больше возможностей влиять на принимаемые решения, в том числе при назначении нового состава правительства. С помощью подручного большинства в парламенте Атамбаев приводит к власти своего друга Суарунбая Джейнбекова, у которого на тот момент рейтинг был всего 3%. Из Джейнбекова сначала делают премьер-министра, а затем и президента. Вскоре между друзьями произошёл конфликт. Члены фракции СДПК, которые ещё недавно восхваляли Атамбаева, переметнулись на сторону Джейнбекова, и влияние бывшего президента в Джигуркутинеши упало практически до нуля. В партии раскола нет, но всегда в любой организации по законам статистики, там, где больше 50 человек, уже начинаются всякие движения. Это закономерный процесс, мы такое много раз видели. Почти вся правящая фракция, за исключением 4-5 депутатов, отвернулась от Атамбаева. В СДПК произошёл раскол. Экс-президент созвал полицовет партии в неочередной съезд никогда могущественной политорганизации. Но этого ему не помогло. Друзья так и не помирились, а члены партии начали говорить, что Атамбаева нужно сместить с поста лидера. Мы утвердили уже новый юридический адрес. Если раньше головной офис был на улице 7 апреля, то сейчас это бульвар Иркендик, 43. Тем временем Суарунбай Джейнбеков начал понимать, что свою власть при помощи СДПК ему вряд ли удастся удержать. Его брат Ассалбек заявил, что уходит из партии. При этом остался во фракции. Иначе лишился бы мандата. Статус его оставался непонятным. Он не член СДПК. При этом депутат от СДПК. Я думал, что всю жизнь буду членом СДПК, но обстоятельства диктуют другое. Я как человек, неравнодушный к будущему страны, официально заявляю о своём выходе из СДПК. А свою депутатскую деятельность я продолжу во фракции и в парламенте. Желание иметь в парламенте свою личную партию Суарунбай Джейнбекову обошлось очень дорого. Перед парламентскими выборами 2020 года было объявлено о создании партии «Беремдик». Всем было очевидно, что это новый проект власти. В её состав вошли многие представители СДПК, которые ещё недавно клялись в верности Атамбаеву и социал-демократам. В ходе предвыборной кампании и в день голосования в пользу провластной партии была задействована практически вся государственная машина. Партия «Беремдик» в итоге стала одной из двух партий, из-за действий которых произошли народные волнения 5 октября. Если бы результаты голосования не отменили, то «Беремдик» взял бы в Джугуркутенеши 46 мандатов. Формальным лидером партии был Марат Аманкулов. Сейчас он обвиняется в незаконном обогащении. Недавно ГКНБ опубликовал фотографии его имущества. По словам главы спецслужб Камчебека Ташеева, Марат Аманкулов начал возмещать причинённый им государству ущерб. «Насчёт Аманкулов возбуждено уголовное дело о незаконном обогащении. Он, естественно, будет отвечать перед законом». Таким образом, партия «Беремдик» стала третьей пропрезидентской партии, которая привела к краху своих создателей. После октябрьских событий многие политики поспешили внедриться уже в партию «Мекинчиль». Также ожидалось, что она станет новой партией власти. Её в 2010 году основал нынешний президент Садыр Джапаров. В прошлом году эта партия также баллотировалась в Чигурку-Кенеш и возглавлял её Камчебек Ташеев. Однако 7-процентный порог партия «Мекинчиль» тогда не преодолела. «Те, кто подкупал голоса, и коррупционеры должны покинуть страну. Выборы нужно провести заново. Сегодня следует создать координационный совет. Аннулировать итоги выборов мы должны объявить новые парламентские выборы». После прихода к власти Садыра Джапарова многие прогнозировали, что теперь парламент перейдёт под контроль партии «Мекинчиль». Однако президент заявил, что запретил своей партии участвовать на выборах не только в местные Кенеши, но и в «Мекинчиль». «Я принял решение, что партия «Мекинчиль» не будет заявлена для участия в местных выборах. Это сделано для того, чтобы избежать ошибок прошлой власти. Три раза в стране совершалась революция. В последний раз народ вышел против результатов выборов, и нарушения в виде подкупа и админресурса были очевидны. Для того, чтобы этого не допустить, чтобы никто больше не говорил о подкупе голосов избирателей, об использовании голосов бюджетников, партия «Мекинчиль» участвовать не будет. Это же решение распространяется и на предстоящие парламентские выборы. Мы хотим провести честные выборы без подкупа и админресурса. Мы хотим, чтобы народ сам решил, кого хочет видеть в качестве депутатов». Субтитры создавал DimaTorzok